Сегодня 20 февраля, мы с Владом едем просить деньги в государство. Я потерял работу клиентов, с которыми работал. Все, что у меня остается, программисту в США, это попросить немножко денег. Долларов 400 найду, около 400 долларов в каше. Вчера мы сходили с Владом в DHS, подали все документы, ответили на кучу вопросов по поводу того, чтобы получить помощь от государства. Ну, вообще, почему потребовалась такая помощь? Как я уже говорил, я потерял нескольких клиентов, с которыми я работал. Уже в течение месяца или двух пытался найти новую работу, новых клиентов. И пока вот куда я не подавал резюме, пока вот получал малый ответ. Единственное, что я получил за последнее время, это меня пригласили на одну позицию в компании Amazon. Прошел тест, ну, я не полностью сдал его. Получается, там было два теста на кодирование, которые идут на время. Я сделал только один тест, второй сделал частично. Ну, я мог бы его доделать до конца, если больше времени было. Но не прошел. Завтра будет вот как раз собеседование с технической командой. У меня есть такие сомнения, что я смогу пройти это собеседование и что меня возьмут. Почему у меня есть такие опасения? Потому что по новостям, я слышу, уволили очень много программистов. Такие компании, как Google, Amazon, Facebook и другие. Они уволили большое количество программистов. Тысячи или десятки тысяч сотрудников были уволены. И поэтому те, кто находится здесь, в штате Вашингтон, они подают свои резюме на такие вакансии. И вот одно из этих резюме, это мое. По такой случайности меня, скажем так, выбрали на то, чтобы пройти тест на кодирование. Насколько я хорошо пишу код, могу решать сложные технические задачи. И вот сейчас ожидают меня следующие собеседования. У меня уже был опыт прохождения собеседований в компании, такие как Disney. Потом я приходил на какую-то компанию, которая работает с Facebook. Проходил собеседование. И мне не хватило такого уровня, чтобы меня туда взяли. Обычно я брал, находил каких-то клиентов. Здесь местные бизнесы, которые... Или это стартап. Я создавал сайты для стартапов или это... То есть, если вы, например, приедете в США или вы находитесь в США и потеряли работу, у вас есть несколько вариантов, что делать. Один из вариантов, это подать вот как раз на unemployment. То есть, если вы работали на какого-то работодателя уже в течение какого-то времени, до двух лет, например, то вы можете подать на unemployment. И вам будут платить пособие каждую неделю. Вот мне знакомые получают, мое, 400 долларов, если я не ошибаюсь. Вот. Но если, как я, например, вы работали на небольшую компанию, вы не были устроены официально, но вы работали как контрактор. То есть, как частный предприниматель, который работает на эту компанию, вы сами платите. Ну, например, я сам платил налоги как контрактор. Весь доход, который я получаю, я отчасти даю государству в виде налога. И для таких людей unemployment не положено. Но есть другой вариант. Если вы оказались в такой ситуации, это служба DSHS называется. И вы можете попросить помощь в виде наличных денег и в виде денег на еду. Называется Cash and Food. Если у вас семья и несколько детей до 18 лет, вы можете рассчитывать, что вам могут платить наличные деньги даже. Если нет детей или вы имеете какой-то доход. Вот, например, мы вчера беседовали, работник этой службы. Они сказали, что поскольку у нас есть доход, мне Юля работает и получает небольшую сумму каждые две недели. Поэтому нам не положен, скорее всего, кэш. И она даже сказала, давайте не будем подавать, тратить время. Не будем подавать на эту помощь. Давайте сразу сделаем фуд. Скорее всего, вам одобрят деньги на еду. Мы подали, получается, некоторые документы нужно будет довести. И вот скоро мы узнаем тоже результат. Подпишитесь на этот канал. Я вам в следующем видео постараюсь рассказать, если получится, какой был исход. Дадут нам деньги на еду или нет. Интересно, что вы думаете по поводу такого вида помощи. Да, завтра у меня будет собеседование в Амазон. Я не знаю, если получится. У меня, может быть, записать что-то из этого и рассказать вам, как прошло собеседование. Возьмут ли меня в Амазон. Если возьмут, то, скорее всего, у меня будет мало возможности записывать такие видео. Но, во всяком случае, я постараюсь рассказать, что произошло. Чтобы вы знали и могли использовать этот опыт. Решая, например, приехать в этот штат или приехать в эту страну. Или как справляться с трудностями, как проходить интервью. Может быть, тоже какие-то мысли я расскажу. Поэтому подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк под этим видео. Это поможет мне дальше развивать этот канал. Спасибо всем, что смотрели. Пока и до новых встреч.